Здравствуйте, приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. В эту осеннюю пору, когда уже работы как бы почти завершены в саду и огороде, мы с вами поговорим о корневой поросли, которая у нас в изобилии появилась на наших посадках косточковых пород. Корневую поросль очень хорошо образует корнесобственные вишни, корнесобственные сливы образуют очень хорошо корневую поросль. Корневая поросль может появиться не только в этих культурах, вишен, сливную, например, но она может появиться и на яблоне, и груши. Это идет так называемая дикая порость подвоем, которая вырастает. Почему очень лучшая пора для удаления корневой поросли? И что корневая порость мешает? Ну, во-первых, любая корневая поросль на любом растении, она забирает питание. Забирает питание от дерева, соответственно, за счет того, что эти пасынки растут вокруг дерева, урожайность дерева начинает уменьшаться, потому что дерево не может и питать и пасыночки, и плоды давать лучшего качества, поэтому мы от него будем избавляться. Ну, а осень еще лучшая пора, почему? Потому что в эту пору как-то меньше работ. И, во-первых, земля оттаившая, такая незамерзшая, потому что смысл корневой поросли, значит, если она будет обильно расти вдоль дерева, значит, вы не сможете до дерева подойти просто-напросто, если она поднимется. Мало что урожай подтирать и плохо обрабатывать, и деревья обрабатывать, от вредителей, от болезней, там, обрезку делать, порость будет мешать. Вот, ну, все работы обрезочные мы делаем как бы весной, поэтому порость лучше удалить с осени, чтобы не мешало. Ошибки, которые допускают многие наши дашники. Ну, некоторые берут просто секатором, на уровне земли срезали, и считают, что они уже поборолись с корневой поростью. А вот это неправильно. Почему? Вы срезали ветку, но само основание ветки как бы с почками осталось в земле, и на следующий год вместо одного срезанного побега может вырасти 5, 6, а то и 10 новых побегов, то есть будет загущение. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо взять лопату, по возможности откопать эту порость, откуда она отходит, а дальше или лопатой отрубать, или секатором отрезать. Чем вы глубже отрежете, тем меньше корневой поросли будет появляться. Значит, корневую поростью некоторые можно, конечно, если там есть хорошие корни и хорошие сорта, например, там корнесобственные вишеносливы, вы можете использовать для посадки. Отсадили в другое место, и они будут давать хороший урожай. Но это те, которые имеют корни. Некоторые, конечно, берут, дорастивают, можно дорастить корневую порость, иметь также хорошие саженцы. Вот в этом как бы плюсы, в этом есть плюсы от удаления корневой поросли. Ну и вдобавок, если вы удалили эту корневую порость, вот обрезали на дереве, я тоже покажу на яблоне, например, мы образуем, если на яблоне на подвое выросла корневая порость, значит, мы ее удаляем как можно ближе к стволу. Многие делают, опять же, ошибку, берут секатор, щелкнули, считают, работа сделана. Даже откопали, а вот тут уже на дереве плодом яблони или груши. Для того, чтобы удалить корневую порость, ну, необходимо взять ножовочку, взять ножовочку, и возле самого ствола эту корневую порость отрезать. Потому что если секатор, ну, не берут так близко к поверхности самого ствола, получается небольшой пенек, на этом пеньке образуются порочки, спящие порочки пробуждаются, и на следующий год вместо одного побега может вырасти опять пучок. Поэтому не забывайте об этом. Так что подели. Если вы хотите дойти до ваших деревьев весной, с целью обработки или обрезки, если вы хотите иметь хороший урожай, боритесь с корневой поростью. А делайте это лучше осенью, когда меньше работ, и как бы нет таких факторов, как замерзшая почва, которая мешает, кажется, сделать эту работу. Осенью этого нет. Поэтому делайте эту работу, и получайте хороший урожай, различных плодов и культур на своем участке. Удачи вам. До свидания.